Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня в нашем небольшом обзоре очень редкий автомобиль, но от этого не менее интересный Opel Zafira Tourer. Итак, автомобиль продается в автосалоне RDM Import Новосибирске. Эту машину мы просто выкупили у нашего клиента. Вообще ее покупали в Новосибирске в 2012 году у дилера и только здесь она и эксплуатировалась. Было всего лишь две регистрации. То есть человек к нам обратился, хотел вроде бы сначала поменяться на другой автомобиль, но варианта для себя не подобрал и мы просто эту машину у него купили. Итак, автомобиль достаточно редкий, потому что новыми у дилеров их покупали не так часто и цена на тот момент была уже достаточно высока. Но при этом машина очень интересная и вот именно поэтому мы ее себе и взяли. Это леворульный минивэн, потому что многие отказываются от правого руля, именно не хотят покупать праворульные минивэны, а это как раз таки левый руль. Машина очень вместительная, комфортная. Но что нам еще понравилось? Это самая-самая-самая максимальная комплектация, какая только бывает у этого автомобиля. Здесь есть абсолютно все. Список опций просто нереально большой. Если вы знаете о машине предыдущего поколения что-то, то вы наверняка увидите, что эта Zafira сильно отличается от предыдущей версии. Дизайн совершенно другой, машина просто нереальная, красивая. В данном случае еще и цвет у нас очень шикарный, коричневый, темно-коричневый. Ну и благодаря комплектации внешность тоже у машины становится более привлекательной. Автомобиль адаптирован для эксплуатации в российских условиях, поэтому дорожный просвет, несмотря на то, что это минивэн, очень даже неплохой для эксплуатации в нашей стране. И с завода у всех машин идет защита двигателя. Ну, про дизайн сказал, машина действительно классно выглядит. Из опций сразу, что здесь есть, то, что мы можем увидеть снаружи, это парктроники по кругу, спереди и сзади. На каждом бампере их по 6 штук. Благодаря им, в том числе, машина может самостоятельно парковаться где-то в сложных таких местах, где очень мало места для парковки. И вы можете положиться в этом плане на автомобиль. Машина умеет распознавать другие автомобили, которые находятся в слепой зоне. Автомобиль может определять расстояние до впереди идущего автомобиля. То есть он может притормаживать и это влияет напрямую на вашу безопасность за рулем. Ну и из внешнего, да, что здесь еще есть. То есть оригинальные литые диски, конечно же, на крыше большой пластиковый бокс для каких-то вещей, да. Ну, естественно, он с завода не идет, а вот мы поставили уже самостоятельно. Он стоит не дешево, но, тем не менее, он здесь есть. Для этого автомобиля предлагалось несколько вариантов двигателей. 1.4 Turbo, 1.8 атмосферный и двухлитровые дизеля с разными вариантами форсировки. У нас здесь двухлитровый рядный дизельный мотор мощностью 165 лошадиных сил. И самое, что важное для него, да, это большой крутящий момент, 350 ньютонов. Это не говорит нам о том, что автомобиль будет очень шустрый, очень быстрый. Но как бы вы его не нагружали, что бы вы в него не клали, сколько бы людей в машине не ехало, его это вообще никак не волнует, потому что тяга замечательная, машина хорошо идет. Можно даже поставить фаркоп, телегу таскать. В общем, дизельный двигатель для тяжелой машины, я считаю, это самый оптимальный вариант. Естественно, дизеля не всем нравятся, не везде можно их комфортно эксплуатировать. Ну вот в свое время человек, предыдущий хозяин выбрал именно этот вариант на тяжелом топливе и отъездил много лет и, насколько я понимаю, машина его не подводила. И сейчас, оказавшись у нас, этот автомобиль прошел полную диагностику и нареканий по мотору нет абсолютно. Эта машина будет ездить очень долго. Ну, конечно, каждый для себя сам выбирает, на каком моторе ему ездить, но забегая вперед скажу, что мне этот дизелек понравился и машина достаточно шустро разгоняется. Ну и, как я уже сказал, нагрузку абсолютно не чувствует. Ну, а что касается привода и коробки, здесь передний привод и установлена обычная автоматическая коробка передачи. На ходу проверим, как она работает, но, опять же, забегая вперед скажу, особо не чувствуется даже, как она переключается. В общем, силовая установка, коробка, привод, здесь все работает очень хорошо. И самый оптимальный, так скажем, набор для такого вот автомобиля. Все равно вы не поедете куда-то на нем в грязь, в тайгу, да, но для асфальта, для трассы самый, что ни на есть, лучший вариант. В нашей Zofir 7 мест, именно столько ожидается от минивена. Здесь производитель реально заморочился с трансформацией салона. Багажник сам по себе достаточно большой, когда у вас третий ряд сложен. Трансформация, еще раз скажу, очень интересная. Все двигается, все складывается, пол получается ровный. Можно каждое сидение по отдельности поднять, сложить, сдвинуть вперед. В общем, очень удобно. Есть подстаканники. В общем, автомобиль продуман реально до мелочей по салону. И это делает эту машину очень комфортной. Я считаю, что таким автомобилем в первую очередь место на трассе. И вот в дальней дороге, ну, действительно будет приятно на ней ехать. Для задних пассажиров места, на первый взгляд, немного, но при этом второй ряд двигается вперед, и уже можно там с комфортом расположиться. Ну, в первую очередь я бы садил туда детей. Как и полагается, свежему, достаточно европейскому минивену здесь много места. Как я уже говорил, можно каждое сидение двигать, складывать и так далее. Очень удобно, места хватает с запасом. Действительно, над головой тоже очень большое пространство. У нас комплектация, она, как я уже говорил, максимальная. И здесь панорамная крыша, и прям такой большой кусок стекла над головой. Ну, в данном случае у нас бокс стоит, и как бы небо-то и не видно. Но вот если бы его не было, было бы вообще интересно. Кожа у нас здесь темно-серого цвета, местами перфорированная. Как я уже говорил, да, заморочились трансформации. Вот у нас на кадре сейчас будет показано, как появляются здесь подлокотники для задних пассажиров. Очень интересно, как они это сделали. А так, что, места много, в дверях подстаканники, изофикс имеется. Да, в общем-то и все, больше здесь ничего не требуется. Розетка 12-вольтовая есть. Ну и все. Итак, самая интересная для меня часть это тест-драйв. Давние зрители канала знают, что я очень хорошо отношусь к минивэнам и микроавтобусам, и всегда рад на них покататься. Машина не маленькая, но относительно тяжелая, и поэтому в теории должна быть очень комфортной. И вот даже на первых метрах движения сразу ощущается, что она вообще не маленькая. Вот прокатиться бы на ней по трассе. А вообще посадка выше, чем у любой легковушки. Плюс здесь огромное количество регулировок. В том числе есть поясничная подпорка. Она электрифицирована. И у пассажира переднего тоже. Зеркала, я бы не сказал, что большие, но достаточно удобные. В них все видно. Ну и не забываем о том, что есть система предупреждения, система слепых зон, как она называется. Двигатель дизельный. Его, естественно, слышно. Но в целом шумоизоляция неплохая, я бы сказал. Все-таки это европейская машина. А европейцы к шумоизоляции очень так ревностно относятся, в отличие от японцев. Стекло у нас заходит, так скажем, на крышу, да, и можно отодвигать шторку. И создается ощущение, что обзорность здесь просто какая-то нереальная. Передние стойки, они, так скажем, разделены стеклом, да, их, получается, две здесь есть. И поэтому вот сбоку видно абсолютно все, и с моей стороны, с левой тоже. В общем, обзорность очень хорошая. Дизельок очень тяговитый. И для того, чтобы в обычном режиме передвигаться по городу, обороты не нужно поднимать очень высоко. Буквально до 2000, и он уже тянет как надо. Ну и давайте пробежимся по опциям данного конкретного автомобиля. Напомню, что это самая максимальная комплектация, если я не ошибаюсь, называется Business Edition, по-моему. Ну, список на самом деле очень большой. Здесь есть задняя камера цветная. Все на электроприводах, да, ну, за исключением сидений. Руль тоже с регулировкой в двух плоскостях. Датчики света, дождя. Машина может сама тормозить перед другими автомобилями. Система слежения за полосами. Электронный ручник. Система стабилизации. Противобуксовочная система. Раздельный климат. Подогрев сидений. Подогрев руля. Круиз-контроль, кстати, здесь с лимитером. Очень такая полезная штука. Не даст вам разогнаться выше заданной скорости. Руль кожаный. Короче, вот все, что, наверное, есть сейчас в современных машинах, да, здесь есть. Если, например, вы пересаживаетесь с предыдущей Zafira вот на эту, то это будет просто космос для вас. Если говорить о своих ощущениях от этой машины, то вот насколько бы я не любил праворульные микроавтобусы-минивены, вот этот автомобиль ощутимо комфортнее, чем, ну, типа там, сирены, степ-вагоны, да, различного рода ипсумы и так далее. Эта машина сильно комфортнее. И чувствуется, что она такая тяжелая и хорошо стоит, крепко стоит на дороге. Вот. Наверное, комфортнее из японцев будут такие машины, типа, как Alphard, Wildfire, наверное. Вот. Но этот автомобиль реально классный. И комфортный, и тянет отлично, и обзорность хорошая. И опции различных просто миллион. Вот. Ну и по расходу топлива, я уверен, что будет немного, потому что для такого двигателя нагрузка на самом деле несущественная. Это дизелек. А если по трассе, я думаю, там в 5 литров можно спокойно уложиться. Здесь есть спорт-режим коробки. Просто нажимаете кнопку на центральном торпедо, и поведение автомобиля меняется. Чуть подольше не переключаются передачи. Ну и, так скажем, большей мощности можно забрать у мотора. Вот мы проехали, я не знаю сколько, наверное, метров 200, уже больше сотки. Едет реально классно. На низах, конечно, не так тянет, потому что турбина срабатывает гораздо позже. Но где-то тысяча с полторы, тысяча восемьсот прям валит как надо. И, к сожалению, ни один японский минивэн и микроавтобус, современный даже, он не едет так быстро. И, наверное, вот только у Делики, у современной, есть дизельный мотор 2,2 или 2,3 литра. Возможно, он сможет ехать так же. Итак, друзья, теперь в нашей компании в продаже есть вот такой интересный минивэн с левым рулем. Если для вас правый руль, ну, никак не подходит, то вот вариант у нас имеется. Машина достаточно свежая, она на гарантии от нашей компании. Машина честная, без каких-либо сюрпризов. Мы всегда катаемся перед продажей и поднимаем на подъемнике автомобиль. Рекомендую вам подписаться на наш канал, потому что теперь у нас постоянно будут выходить ролики интересные про машины, которые продаются в нашей компании. Также заходите в наш инстаграм, там есть машины, которые еще не попали в интернет. И вы первыми узнаете, что у нас вот есть такое поступление. Ну и обязательно заходите на наш сайт. На этом все, всем пока! Продолжение следует...